Моя супруга категорически отказалась приходить на этот семью. Это меня очень удивило, потому что я ее убедительно просил, ну, прийди, посмотри, что я делаю. Она сказала, нет, категорически. Мне показалось это интересным, я стал с ней беседовать, почему так вот разошло. И выяснила следующая обстоятельства. Она сейчас получает второе высшее образование на бухгалтера. И она произнесла примерно такую речь. Я боюсь, что я после этого не смогу учиться дальше. Видно, что у нее какие-то остатки, последние остатки мотивации к образованию остались, и она боится потерять то, что у нее хотя бы чуть-чуть осталось, и чуть-чуть ее еще двигает вперед. И потому я думаю, что, присоединяясь к Юрию Юрьевичу, то, что вы сюда пришли, вы или очень отчаянные, или очень смелые, ну и еще, я не хотел, ну, да, третье, или так. Но я думаю, что вы не глупые, потому что, если вы что-то потеряете, у вас образуется лакуна, которая в любом случае чем-то запуталась. Итак, добро пожаловать на мой семинар. Я Медниченко Роман Григорьевич, и мы с вами будем сегодня говорить об образовании. Меню наше следующее будет состоять из двух частей. Первая часть монологическая, я произнес свою речь, ну, 10-15 минут, не больше. Затем я дам вам возможность высказаться или задать мне вопросы. И вторая основная часть у нас непосредственно семинарская часть, мы с вами проведем одно упражнение. Если нет вопросов по самому меню, пожалуйста, я начну непосредственно монологическую часть. Задача, ну, сразу же, конечно, о целях, я буду говорить о целях, какая цель вот этой первой монологической моей части. Цель такая, это сделать разметку. Разметку, то есть, о чем мы будем сегодня говорить. То есть, погрузить вас в контекст. В контекст, ну, в определенную среду, в которой мы сегодня будем работать и с которой мы что-то сегодня должны будем учить. Эту разметку я проведу тремя словами. Через три, ну, через, известно, что разметка делается через концепты. Я дам три концепта, и через эти три концепта мы определимся, где мы с вами сегодня будем находиться. Итак, первый концепт. Это образование. Мне понравилось следующее определение образования. Известно, что это полисемичное слово. Мне следующее очень понравилось определение. Оно очень легло хорошо на то, что я думаю о нем. Это Скиннер, двадцатый век. Первый раз вижу эту фамилию. Но определение очень интересное. Тем более, Яндекс показывает его на одно из первых мест. Это определение образования. Образование это то, что остается, когда все выученное забыто. Когда снимаются вот эти леса учебы, когда студенты уходят, я переходил на студенческий дискурс, когда студенты уходят на работу, когда все эти леса снимаются, остается этот образ. Он был скрыт в образовании, в самом процессе получения знаний, компетенций, навыков. Этот образ остался. Вот этот образ и есть образование. Следующий концепт. Это концепт цели. Цель Хударской Андрея Викторовича, который занимается этими вопросами, вопросами цели и полагания в образовании, обозначает так. Цель это проекция будущего. Примитно к образованию. Вот это его высказывание навело меня на параллели с таким Эрнст Берн, который написал книгу «Игры, в которые играют люди», «Люди, которые играют в игры». Эрик. И у него есть такая идея у Эрика Берна. Он считает, что люди, он считает, что этот процесс заканчивается в школьном возрасте, делают проекцию своей жизни. Сценарий, пишут сценарий своей жизни. То есть они пишут сценарий, вот я буду на этой точке, вот я буду на этой точке, вот я буду на следующей точке. Люди его пишут, и у них этот сценарий есть в голове. Это цель их жизни. До смерти, буквально до момента, когда они лежат на смертном адрете. Они все это прогнозируют. Они могут рационально это и не идентифицировать. Они могут об этом забыть. Но это у них, ну, по крайней мере, по его наблюдениям, он наблюдал людей, которые движутся к какой-то цели, и вот он выявлял эту цель, и понимал, почему они поступают так или иначе. Применительно к цели образования идея такая. Человек создает в будущем какой-то образ, образ себя в будущем, и к нему стремится. Но, опять же, если по Эрику Бермо разбивать, он видит, он считает, что есть три вида сценария. Сценарий ребенка, сценарий взрослого и сценарий родителя. Можно и так. То есть каждый из нас, у каждого из нас есть определенный сценарий, образ, который мы достигаем. Ну, например, я не буду есть этот суп. Это образ ребенка. Это я обращаюсь к твоей супруге. Опять сегодня этот суп. Это образ родителя. Почему сегодня мы опять едим этот суп? Это образ взрослого. То есть у нас есть какие-то образы, и вот образование, это конструирование определенных образов, к которому мы стремимся. Андрей Викторович Утараскоев вводит интересный термин, опять же, даже интернет его не знает, матетика. Если кто знает и услышал об этом термине. Матетика это наука о целеполагании. Так вот, он утверждает, что за любой целью стоит третий концепт, который я сегодня введу. Это ценность. Ценность это то, что идентифицировано субъектом как благо. Субъект идентифицирует что-то как благо, и для достижения этого блага он устанавливает определенную цель. Соответственно, любой образовательный процесс, это процесс для достижения какого-то образа, для какого-то ценного образа. Ну, легко, да, по Фрейду можно определить, что ребенок, когда он планирует свои сценарии своей жизни, у него есть такие образы, это образы его родителей, и он, может быть, через месяц, повторяя эти образы, уже планирует свою жизнь точно так же, как спланировали, ну, это известная идея, как он видит, наблюдая за своими родителями. Итак, образование, цель и ценность. Ну, возвращаясь к началу своей речи по поводу вступления, по поводу, действительно, грустности этой темы, я присутствовал на опросе студентов нашего вуза, опрос по поводу, ну, статистически специальные люди проводили опрос, по поводу целеполагания наших студентов. После этого, в рефлексии, они расценили это как, ну, они вообще вошли в транс. То есть, они очень, эмоциональный фон у них очень пометился, они стали очень переживать, когда действительно им стали задавать вопрос, а зачем? А зачем? Потому что первый слой, так называемые шаблонные ответы, постепенно они сами от них отказались, и там что-то такое оказалось, что ввело их вообще в такое достаточно серьезное переживание. Итак, я завершаю мою монологическую часть. Пожалуйста, есть ли вопросы по контексту нашей с вами сегодняшней работы? У нас запланировано 10 минут. Продолжение следует...